Мы очень хорошо прочувствовали и понимаем, что мы действительно находимся в стадии информационной войны. Основные сейчас такие сражения происходят в интернете, мы все это прекрасно понимаем, Белорусское телеграфное агентство именно там и работает. Я могу сказать, что наши оппоненты делают все для того, чтобы мир не узнал ту информацию, которая у нас здесь есть. Но тем не менее, нам удается доносить то, что мы хотим до нашего читателя, до нашего зрителя. Мы сегодня очень активно работаем, в том числе и YouTube, мы работаем не только со словом, но и с картинкой. Я вам приведу несколько примеров, что люди пишут нам и просят нас, чтобы мы выдавали титры на английском, на немецком языке, для того, чтобы понять, что говорит глава государства. Миллионные просмотры сегодня у тех материалов, которые идут от главы государства. И еще раз повторюсь, это просьбы людей. Сорокаминутные синхроны мы титруем, и их смотрят миллионы людей. Их смотрят в разных странах мира, и мы видим, что они востребованы. Поэтому вот это направление, в котором мы будем прежде всего работать. Мы не остановимся, мы понимаем свои задачи. И есть, конечно, такое мнение о том, что в информационной войне проще побеждать тем, кто распространяет фейки, потому что они не ограничены. Они могут говорить все, что угодно, не вести ответственность. Да, мы ограничены правдой, но проигрывать мы не намерены.